Это сериал про то, как Нечаева начинала свою деятельность. Самая горячая тема всегда у мастеров была, это колористика. Взять, на коленки что-то накидать, отдать людям, нате, жрите. Продается же. Для нас эти клиенты, они самые дорогие на свете, самые любимые люди. Дима, я не дам его бесплатно. Если вы хотите купить эти вебинары, вы их не купите. Мы вам их не продадим. Покажите производство. Я стичер. Теперь мы можем смело плевать на всех свысока. Привет, мы находимся на производстве N.E. Pigments. Это производство, которое очень понравилось нашим клиентам, которые покупают и используют наши пигменты. И пишут об этом в чате мастеров N.E. Pigments. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Это сериал про то, как Нечаева начинала свою деятельность. И те, кто смотрит нас давно, поняли, наверное, что это Нечаевы. Наверное, я все время остался за кадом. Но это 2019 год. В этом видео мы расскажем главным образом про то, как это производство росло, как мы его построили, почему мы к этому пришли. Как вы знаете, мы работаем тату-миксами уже много лет. Последний год, наверное, перед распадом вообще сети нашей, вот в 2018 конкретно году, пигментами занималась Аня Куцеволова. Мы перестали в Краснодаре вообще заниматься вот этим тестированием. Мне было этим заниматься лень. Я оплатила ей несколько мастер-классов. Она ездила, смотрела, как и чем работают мастера, которые очень долго работают тату-миксами. Кто это был? Одна из них была Лунегова Элита. Она к ней ездила, смотрела. То есть, ну, кто-то еще был, конференция какая-то была. Короче, потом мы выделяли бюджет. Она покупала много пигментов, смешивала, тестировала. Тестировала их, по сути, вся сеть, потому что, ну, мастера продолжали работать. И я как бы так вот устранилась. Пигменты ложились хорошо, заживали хорошо. Но большое недовольство вызывало мое конкретное. Я с ней много раз об этом говорила. То, что после лазера, а у нас было много школ, вы помните, у нас работало много новичков, и периодически мы удаляли свои же работы. Они уходили через морковно-апельсиновый. Это даже не какой-то теплый, там, коричневый цвет. Это был прям очень насыщенный морковно-такой апельсиново-оранжевый цвет. И чем ярче брови, соответственно, тем ярче был вот этот цвет. И потом он очень сложно дальше удалялся. Это проблема, которую знал даже я, потому что Лена мне постоянно рассказывала, что это, что делать, у нас школы, студенты заглубляются, мы несем ответственность за моделей, а у нас оранжевые после удаления. Представьте себе ситуацию. Эти пигменты, кстати, называются сейчас пигменты брови. Брови, губы и веки. Ну, она продолжила их выпускать. Да, она продолжила их выпускать, используя ту рецептуру, которую она разработала, находясь у нас в сети. И она не изменила их. То есть, даже сейчас, если вы возьмете пигменты брови, ошибете и начнете удалять лазером, они уйдут в морковный цвет. Если вы спросите вдруг в социальных сетях, почему так, Аня, скорее всего, удалит ваше сообщение, ну, как она это делает. Либо она напишет, что используйте ремовер. Короче, эти люди, которым нельзя верить. Ну, они нечестные, они обманывают постоянно. Я бы им не доверял. Опираясь на опыт, который есть сейчас. Но проблема есть. Мы столкнулись с ней, если каждый мастер столкнулся раз, два, три, мы столкнулись 10, 20, 30. Потому что много студий и много школ, большой поток обучающихся, большой поток мастеров, которых мы сами учим с нуля. Они тоже учатся и тоже ошибаются. И эта проблема, это первое. И второе, ты говорила про то, что большое количество составляющих мы не могли понять. Да, да. То есть, там абсолютно, я когда залезла, погрузилась уже. Вот случился 18-й год, я погрузилась в пигмент. Естественно, у меня остались их составы. И я не могла понять, почему в одном цвете, там, не знаю, до шести каких-то разных цветов, причем они либо какие-то друг друга исключающие, либо почти одинаковые. Какой смысл в этом? Короче, я вот это все сгребла и выкинула. И начала вот весь 19-й год я посвятила тому, чтобы создать другие цвета с более простой формулой, соответственно, более предсказуемые. И мы также их тестировали целый год. Мы удаляли их лазером, да. Они тоже уходят через более теплый цвет, но это уже не апельсиновый, не морковный. То есть, это такой теплый, хороший коричневый цвет, с которым можно существовать дальше. Кстати, когда вот тогда были, я ей даже говорила, Аня, давай там удаляй их специально на моделях, либо давай на бумаге хотя бы пощелкай посмотреть. Потому что, ну, как бы бездумно делалось, просто намешано. А я вот, а я, а она, я помню, мне говорила, а я вот там в каком-то чате состою, там, где миксы обсуждают. И вот этот микс я взяла оттуда. Я говорю, ну, там же какие-то ингредиенты вообще непонятные. Зачем вот совершенно разные марки пигментов брать? У них там основа разная. Они ведут себя со временем по-разному. То есть, вот эта вот светостойкость и прочее. Когда ты кому-то отдаешь вот так полностью и доверяешь полностью, это, наверное, все-таки ошибка. Надо залезать и контролировать. Надо точки контроля вводить. Если вы, мы об этом поговорим потом, но смысл в том, что Лена начала работать с этими пигментами сразу же после того, как отвалились четыре филиала, и они нас предали. Если вдруг вы не смотрели эту серию, посмотрите, она была две серии назад. Здесь будет подсказка. Но вообще она на протяжении всего 2018 и половины 2019 года, она работала над миксами. Почему это так? Потому что мы так устроены с Леной, что мы не можем взять, на коленке что-то накидать, отдать людям, нате, жрите. Ну, в таком подходе. Продается же. Продается же. People have it. Нет, мы перед тем, как выпустить эти пигменты в общую продажу, изначально вообще четыре или пять лет Лена вообще запрещала кому-либо продавать, потому что она уверена была, что люди ошибутся. А когда они ошибаются, люди передают ответственность со своих плеч на плечи того, кто им эти пигменты продал. И только тогда, когда тату-миксы уже стали популярны, люди поняли, как им пользоваться, мы начали продавать сначала своим студентам, а потом уже начали продавать в открытой продаже. Эти миксы новые тестировались в закрытом формате внутри студии, сети, на моделях. И после того, как мы приняли решение о том, что… Там был вообще прям микс номер восемь, микс номер двенадцать. То есть прям вообще итераций было очень много, пока я искала, смотрела, как они заживают, как они удаляются, чтобы оптимальный какой-то найти. Мы пока не были уверены в том, что они будут безопасны. Ну, это моя позиция. Наверное, я смог донести ее до Лены, и она взяла это на себя. Мы не выпускали этого, потому что мы чувствуем ответственность за тех, никого мы привлечили, а кому мы продаем это, те, кто платит нас деньги. Потому что для нас эти клиенты, они самые дорогие на свете и самые любимые люди. То есть подвести их для нас означало бы просто поставить крест на своем бизнесе. Да, в короткой дистанции это может выстрелить, но если ты будешь вести себя так, как ведет Куцеволова, то на протяжении, на дистанции, там, не знаю, в десять лет ты не выживешь. Клиенты от тебя отвернутся, хвост негативный, кармический тебя догонят. И как бы кто будет покупать у обманщика и лжеца? Никто. Меня все годы еще парило то, что, ну, в том числе, почему мы не продавали пигменты давно уже. В каких условиях и как мы их производим? То есть мы покупали баночки, вот так вот сидела на складе вот та самая Кристина, трясла их, потом смешивала. Конечно, мы старались использовать какие-то одноразовые максимально, вот там шприцов, куча была у таких здоровых, которые она там один раз использовала, разливала, потом выбрасывала. Ну, во-первых, они пачкались, там даже риски не было видно. Во-вторых, чтобы приблизиться вот к одноразовости, какой-то стерильности. Но это было, конечно, колхоз красный пирожок. И в том числе мы не продавали наши пигменты, потому что мне сразу бы хотелось показать, а как мы это делаем. И в девятнадцатом году мы были первые, кто показал свое производство. Мы показали, как мы это делаем. Мы показали оборудование, мы показали процессы, и там в прямых эфирах, и в видео мы показывали, как это работает, как мы все организовали. Вот после этого, да, мы начали продавать уже пигменты активно. Обратите внимание на одну вещь. Все, без исключения, тату-миксы, которые есть и продаются сейчас под видом авторских миксов, так называемых, я их сейчас перечислю. Это тинель, это вот эти брови, это контур, это кто еще? Боровая что-то продает. Короче, все авторские миксы, основанные на тату-миксах. Шаинтон, да их много очень. Шахова и так далее, они все мешаются в подвале, в ужасных условиях. Пока, скорее всего, почему? Пока они не покажут. Вы всегда должны, вот как к вам приходит, например, клиент, вы должны понимать, что этот клиент, скорее всего, заражен спидом, гепатитом и всем остальным, потому что если вы будете думать, что он чистен, вы однозначно рано или поздно заразитесь. Ну, потому что вы не будете соблюдать какие-то правила гигиены. То же самое с производством. Пока не показал, что он чистенький, опрятненький, соответствует всем нормам, а прячется. И я вам говорю, вы задайте вопрос, если вы вдруг пользуетесь не нашими пигментами, задайте себе вопрос, почему вы не пользуетесь им, это первое. И второе, задайте вопрос производителю своим пигментом, напишите в личке, сейчас все открыты в социальных сетях, покажите производство, покажите видео, где вы делаете ваши пигменты, не какие-то рендеры, как это делает, например, тинель. Тинель, оно показывает огромное производство, завод. Говорят, что там сотни человек работают. Это вранье просто, ну, а вы покажите, как есть. Никто не покажет, потому что все в полуподвальных помещениях там что-то мутят, что-то разливают. Более того, то, что мы открыты, на самом деле делает нам большой плюс, потому что мы показываем, вот сзади, вы видите, цех. Мы показываем, что там сейчас не идет производство, там Кристина готовится, но мы показываем что-то и нам делают замечания, а где там коврики, а где то, где то. Подожди, открой, пожалуйста, дверь, чтобы она была нараспашке, а то она закрыла ее. И Кристина такая в трусах. Мы хотели побить рейтинги, где Кристина там голенькая ходит. Как в фильмах, где кокос рассыпают, чтобы не прятали кокос, женщины рассыпают его в нижнем беле. Так вот, нам указали на наши недостатки, и на самом деле это стало драйвером к тому, чтобы мы сейчас организовали новое помещение уже совершенно по новым правилам и требованиям. Более того, новое помещение будет соответствовать по нормам помещению фармакологии. То есть там будет положительное давление, которое не даст пыли из этих... Короче, мы вам расскажем отдельно про него. Там очень интересный проект, в который мы планируем вложить где-то около 10 миллионов рублей именно в производство оборудования. Это делается именно для того, чтобы выдохнуть и сказать, теперь мы можем смело плевать на всех свысока. Но это произойдет, конечно, не сразу. Это два месяца где-то, и в январе выйдет следующая серия. Но при этом конкуренция, как это ни было, она как раз-таки драйвит других участников рынка, становиться открытым. Она делает так, чтобы люди, которые раньше скрывались и говорили, а, лох не мамонт, лох не вымрет, закрывали свое производство. И оставались только честные, оставались только те, кто готов быть открытым и готов развиваться, инвестировать в производство, в безопасность и, в конце концов, делать так, чтобы вам, клиентам, это было выгодно, работать с нами. Мы, кстати, все время делаем что-то такое, что заставляет всех становиться, меняться, становиться открытыми, начинать давать информацию. Мы все время это делаем. Нас не любят за это, мне кажется. Некоторые. Многие любят, но не любят. Да. Кстати, о информации, о бесплатной. Подпишитесь на этот канал. Почему? Потому что на этом канале выйдет 4 видео общей длительностью почти 24 часа. Это видео, это наши онлайн-курсы, онлайн-мастер, которые вы можете стать благодаря ему абсолютно самостоятельно, мастерам, выполняющим работу на человеческую кожу. Больше скажу, это уже откатано. Очень много мастеров прошли самостоятельно это обучение. Просто они приезжают в Америка, Израиль, короче, Европа. И у них получилось, и они работают. Это онлайн-курс волосок, где вы можете, будучи мастером, научиться делать божественные волоски. И это курс штрих на бумаге, и это курс штрих на латекс. Это курсы для начинающих. Все эти 4 курса выйдут бесплатно на этом канале. На Инстаграме их не будет, потому что они очень длинные. Только на Ютубе, поэтому обязательно подпишитесь. Раз уж мы говорим про ошибки, сейчас появится видео, в котором Богдан Куцеволов, он размешивает, вы можете посмотреть, в канистре цвета отдельно смешанные, а потом опускает туда трубочки, и из этих канистр набирается пигмент. Так вот, это рекламное видео, мы понятно, что они там потемкинские деревни построили для этого. Вопросов нет. Они хотя бы что-то делают для того, чтобы быть открытыми. Опять-таки мы ехали, обсуждали, наверное, это... Просто привычка повторять. Когда ты много лет у большого брата спрашивал, каждый свой шаг обсуждал, а тут просто ты следишь за большим братом дальше и повторяешь. Хотя они так не считают, возможно, даже не фиксируют. Не важно. Обратите внимание на вот эту ошибку. Она берет... Она, о Богдане хотел сказать. А велосики-то длинные. Он берет канистру, набирает туда разные цвета, смешивает его, дальше опускает трубки и разливает. Так вот, проблема в том, я вам сейчас покажу. В чем проблема? Да вот, наверное, любой возьми ближайший. Нет, красный мне нужен какой-то пигмент. Пигменты расслаиваются. И пигменты расслаиваются в процессе производства. У нас происходит постоянное перемешивание в промышленном миксере. Из него выходит прямо эта трубка, в которую наливается. А у них просто стоят вот такие канистры. Канистры, да. С трубочками. Снизу из канистры затягивается пигмент и разливается. Соответственно, пока разливается, пока суть до дела, за час-два, вот эта, собственно говоря, штучка, она остается на самом верху и достается особо неудачникам. То есть, это нестабильность цвета, нестабильность характеристик и вообще непрофессионализм. Лена расскажет еще один пример, который вас немного... Скорее всего, вы все работаете мастерами и замечали, что во время работы, даже если иногда не мешать в миксе пигмент, то он расслаивается. Получается, сверху водичка, а снизу более густая жидкость. И вам становится тяжелее работать. Ну и как бы понятно, что даже во время процедуры, вот в этой маленькой капсе, пигмент расслаивается. Короче, что уж там говорить про производство, на котором должны учитывать вот это поведение пигмента? Это говорит о двух вещах. Они, как и все мы, кстати, являются любителями в этом. И мы, например, нанимаем сейчас заведующего лаборатории, такую умная тетка, которая работала раньше на производстве зубных паст сплат. Она будет работать сейчас у нас. Но вообще это нормально. Конкуренция. Все когда-то были любителями, рано или поздно стали профессионалами. Но важна открытость. Важно, чтобы вы были открытыми. Это наша черта. Иногда она бьет нас же по голове. Но, в общем, мы как бы пытаемся максимально быть открытым каждому клиенту, который к нам обращается. Будь ли это про татуаж, будь ли это про обучение, или будь ли это про пигмент. Теперь вернемся назад в начало 2019 года. И вообще, знаете, это не было только в 2019 году. Самая горячая тема всегда у мастеров была. Это колористика, применимая к пигментам, к кожам. Вообще они не понимали. И до сих пор многие, мне кажется, не особо понимают, не особо любопытные, хотящие изучать этот предмет глубже, как это все работает. Я решила, что надо сделать бесплатное видео. Мы, в принципе, все делали всегда видео бесплатным на нашем YouTube-канале о колористике. Я когда погрузилась туда, то есть ты когда учишь, ты на коленке объясняешь, там что-то как-то каждый раз, там что-то меняешь в голове у себя, объясняя студентам, ковыряешься и ищешь, чтобы более подробно и понятно объяснить. И когда я села писать это видео, я поняла, что тема кошмарно глубокая. Ну, я ее уместила, по-моему, в час, на часовое примерно. Да, я сняла это видео, я собирала по крупицам информацию везде, потому что оно ее не было применимо к пигментам и к перманентному макияжу. В том числе во время, я помню, я показала Диме, говорю, смотри, то есть наши бывшие работники, Гончаренко Сергей, Гончаров или Гончаренко? Короче, Сергей Дубовик и Аня Дубовик, короче, это парочка, которая у нас когда-то работала, они ушли. И, кстати, ушли вроде бы неплохо, я сказала, ладно, Аня сказала, она должна была быть партнером, мы, по-моему, об этом не говорили. Говорили. Короче, мы вернули ей деньги, которые она внесла, она ушла, я ей сказала, ну, все, удачи тебе, она сказала, Лена, спасибо тебе там за все, там тра-та-та. И через там несколько месяцев, когда они сделали ремонт и начали работать, нам начали прилетать сообщения от клиентов, потому что студия на тот момент наша тоже работала, о том, что там им поступают звонки, смски, а приходите к нам подешевле. И я пишу Ане, говорю, Ань, ну, это неправильно брать клиентов, которые не твои, то есть это наши клиенты, не надо делать рассылку, то я там говорила, нет, я этого не делаю, там что-то такое. Потом я смотрю, мне присылают, кто-то Женя, по-моему, мне показала, ну, наш партнер Якушкин, она говорит, смотри, а у нее, у Дубовик в Инстаграме выложены наши работы, там, блин, не знаю, она вот на первых двух страницах, там 8 или 10 работ веки. Нашу работу имеется в виду, когда она работала в нашей студии. И Сергей, тот самый ее парень, или кто он там, ей муж, я не знаю сейчас, он работал у нас фотографом, то есть это наша интеллектуальная собственность, они оба работали на нас, и они берут эти старые фотографии, выкладывают у себя. Я говорю, Аня, это ненормально, ну, зачем ты это делаешь, удали эти фотографии. Она пишет, я их сделала только что, они мои. Я тут же ей там дала задачу, мне нагребли, показали вот оригинал, вот то, что выложено, то есть они у нас в базе, это наши старые работы. И она мне пишет, хватит брызгать в мою сторону ядом, что-то еще, там было вот такое длинное сообщение, короче, и все. И потом удалила всю переписку, заблокировала меня, ладно, думаю, хер с тобой. И как бы мы забыли про них, да, и просто почему я это, ну, такое длинное предисловие говорю, потому что во время съемок для вот этого видео, для YouTube, нужна была куча картинок, которые мне было опять. Моя лень, это просто что-то вперед меня родилось. А нужны были картинки, показывающие цвета или какие-то изменения. И мы взяли вот у нее какие-то там три шарика цвета, что ли, во время монтажа просто как бы показать смысл, о котором я говорю, надо было вот... Давайте я расскажу, да, монтажом занимался я, не она. И я думаю, так, она мне показала, что у дубовики есть... Я говорю, вот хороший пример, вот так нам надо, да? Я думаю, ну, круто, возьму эту картинку, вставлю картинка, ну, как бы просто картинка, три шарика, вот, вы можете, кстати, ее посмотреть, мы ее сюда вставим. Три шарика. Что здесь такого? Кстати, если мы ее сюда вставим, прилетит опять страйк от... А если упоминать? Сергея Дубовика, неважно. Да? Ну, страйк может прилететь, да, на интеллектуальную собственность. Тогда не вставим. И я встану, думаю, ну, хорошо, вставлю, отлично оформлено. Почему нет? Ну, как бы, why we not? Потому что наши... Еще раз, вот это Сергей Дубовик и Аня Дубовик, они использовали абсолютно всю систему eyebrow control для того, чтобы... Ну, кстати, началось, она начала делать какие-то онлайн-обучения, еще что-то, используя полностью до слова каждое из дистанционного обучения, каждый урок мой, который я прописала. Там даже человек не потрудился, не знаю, очередность изменить или что, ну, как бы... Да, вы можете зайти посмотреть там АА, 1ББ. Абсолютно все. Человек слизывает все, но, тем не менее, у нее очень красивый аккаунт. То есть, Сергей, он хороший фотограф, он классно все оформил. Я подумал, ну, окей, почему бы и не взять? Мы берем эту штуку, делаем бесплатное видео для подписчиков, и на канал, на видео прилетает страйк. Его заблокировали. Все, до свидания. Абсолютно все. Видео. Еще один страйк. Там посыпались. Нет, там посыпались. О, спасибо, класс. Там я что-то... И бах, утром видео нет. И вот этот страйк. Я не сильна? А ты расскажи. Что такое страйк? Страйк – это когда правообладатель какого-либо контента, неправомерно использованного в медиапространстве, отправляет жалобу в YouTube, и YouTube просто блокирует видео. Это может... То есть, страйк – это самое зашкварное, что можно сделать в мире блогерства. Почему? Потому что, если вы будете ограничивать блогеров в репосте контента, или, например, я могу снимать сейчас видео про Куцеволовых или про ту же Аню, ставлю, например, скриншот из их инстаграма, и мне прилетит страйк, пострадаю от этого не я. Пострадаете от этого вы. Вы не получите качественный контент, качественную картинку, либо ссылку на референс, а, собственно говоря, о чем мы говорим. Мне пришлось... Вы поймите, представьте себе три кружочка. Ну, это же сложно. Проще вставить картинку и показать, как бы, о чем Ну, либо надо было бы просто их делать заново, подбирать цвета. Да, короче, смысл в том, что страйки дают только слабые люди. И это самое, ну, вообще, мне кажется, что это самое плохое, что может сделать человек для того, чтобы сохранить свою репутацию. Страйки кидать за шквар. Короче, вот мое сообщение. В итоге мы вынуждены были перемонтировать видео. Часть людей, которые сохранила его в закладке, говорит до свидания, она не может им пользоваться. Ну, то есть... Кому сделали хорошо. Кому сделали хорошо. Просто такой взлом. Это был яд. В ответ. Прикол в том, что удалили только что это видео, бесплатное, которое я для всех сделала. И на меня выходит реклама. Там вот буквально разница в каких-то несколько дней. То есть, эти люди посмотрели, насколько оно востребовано и популярное. И на меня выходит реклама о том, что сейчас Аня Дубовик вам за там сколько-то там, за пару или три или пять тысяч рублей расскажет вам всё о колористике. Во-первых, у меня такие вопросики. Почему? Аня расскажет. Что вообще? Аня медсестра, которая плохо видит цвета, до сих пор плохо рисует формы. Там всё в три четверти, всё обработано, вылизано и вытянуто, и закрашено её супер фотошопным этим Сергеем. Ну, вот как бы у меня вопросики, о какой колористике речь. Во-вторых, я охерела. Я там, не знаю, месяц сидела, работала, собирала по крупицам всякую информацию. Отдала её бесплатно, как всегда, да? А тут люди, оказывается, монетизируются, продают изо всех сил. И мы тут же обсуждали, что надо более глубокое видео, тра-та-та, потому что это всё равно, ну как бы по вершкам прошлись, много не расскажешь за час-полтора. Я готовилась в этот момент уже к другому большому видео. И я говорю, Дима, я не дам его бесплатно, потому что я трачу столько времени просто так, чтобы отдать всем. А вот эти люди берут и говорят, мы вам сейчас продадим, короче. И я говорю, нифига. Оно у меня уже было почти готово, я его досняла. И мы объявили… А, нет, оно не было ещё готово. Мы объявили о том, что мы продадим колористику, глубокую, большую, объёмную для мастеров, за одну тысячу рублей. Сделаем вебинар. Вебинар о колористике, да. И при этом Лена настояла, что всем, кто только что купил колористику у Дубовика, она стоила 3 или 5 тысяч рублей, мы дадим бесплатно участие. Да, я сказала вообще, бесплатно отдам, вы что, прикалываетесь покупать у неё? Она не соображает, что она там научит, как жёлтый с красным смешивать и цвета Итана, ну как положено. Потому что все колористики, в общем-то, об этом. Я не знаю, что это было, жаба меня задавила, несправедливость. Я говорю, давай сделаем бесплатно. Я говорю, нет, я тогда просто не буду делать. Я не буду делать и всё. И вот мы объявили о том, что вот стартует продажа. Думаю, нет, мы делали символическое, она говорит, пускай будет символическая цена, тысяча рублей. Да, тысяча рублей есть у любого мастера вообще, даже у самого начинающего. И мне не жалко, я хоть что-то заработаю. Короче, я решила, что я не буду больше раздавать бесплатно, когда вот эти все мои бывшие работники уже начали какие-то платные вебинары продавать. То есть, для меня триггером послужила вот эта несправедливость. И всё. И мы объявили старт продаж и охерели от количества людей, которые захотели купить. Просто купить. Мы обалдели, да. Да. То есть, они сыпались и сыпались, не останавливались. И я уже такая, ни фига себе. То есть, там… Давайте так, я скажу. Смотрите. Мы объявили за две недели, по-моему, за неделю про эту колористику. И к моменту старта вебинара в онлайне колористику купило почти тысяча двести мастеров. Это… Ну, чтобы по тысяче рублей минус комиссия и так далее, это миллион чистой прибыли. Это просто был отвал башки. Потому что… Причём это же очень смешная символическая цена на самом деле. И мы могли его и за три, и за пять продавать. Чуть меньше людей бы купило, но цифра была бы больше. Но это был как бы эксперимент. То есть, это то, что нас заставило потом работать над большим количеством вебинаров уже более… Нас, наверное, нет. Я не работал. Ты работала. Я-то, по большому счёту, выполнял функцию. Да. Это заставило Лену. Она очень мотивирована в этом плане. Очень жадная. Но вебинары мы провели в итоге… Я принимал участие как бы косвенно очень в создании… В организации. Потому что я отдаю суть, а всё, что вокруг меня, все эти камеры, трансляции, куча там оборудования, прямые эфиры, вот это всё, это вообще от меня далеко. Поэтому о чём ты говоришь? Мы поставили себе амбициозную задачу сделать так, чтобы уровень проведения вебинаров был недостижим. Ну, или очень трудно достижим. Все вебинары, которые проводились на тот момент, это были прямые эфиры в инстаграмах. Да, это не вебинары. Просто мастер показывает, как он работает, качество так себе, в связи с плохим интернетом или ещё чем-нибудь. Видно так себе, что-то обормочет, звук не слышен. Посмотрели, заплатили, как мастер работает. И через день удалились. Да, сутки держится, потом удаляется в каких-то закрытых группах. Я такая думаю, да как это вообще? У меня бы совести не хватило вот так отнестись к тем, кто у меня покупает. Причём там стоило 5-7, в зависимости от наглости того, кто продавал, не кисло. Да, мы сделали многокамерную передачу. Ну, это действительно очень сложно. Мы вложили в оборудование, которое есть у нас сейчас дома, у нас домашняя студия, больше миллиона рублей. Именно в то, чтобы сделать трансляцию качественной. Мы ни в коем случае не жалеем, и это окупилось. Но речь о том, что это вебинары были реально другого уровня. Плюс к этому там не было ограничений никаких связанных со временем. Если вы хотите купить эти вебинары, вы их не купите. Мы вам их не продадим. Мы сняли их с продажи, вот прошла чёрная пятница. И если бы вы хотели даже, вы сейчас их, ну может быть, у пиратов можете найти. Ну да, какие-то экраночки там. Потому что мы приняли решение, что всё, йог, они своё отжили. Вебинары – это золотая ниша. Были, собственно говоря, вебинары по губам, по веекам, Я охватила всё. На мой взгляд, я охватила все темы, которые интересуют нас. Но она очень конечная. Воду в ступе толочь, ну вообще настроения никакого не было. Мы, ещё раз говорю, мы честны с нашей аудиторией. И Лена сказала – всё, прекращаем. В какой-то момент мы сделали распродажу вебинаров, ещё распродажу. В общей сумме, я посчитал, мы подняли на этих вебинарах очень много денег. И мы благодарны тем, кто их купили, но, к сожалению, сейчас для вас, тех, кто не успел. Этот поезд ушёл, но… Но есть другое, чем мы порадовали. Есть другое, да. Есть другое. Мы откроем бесплатные курсы, и плюс к этому огромный-огромный пакет контента. Вот сейчас оператор стоит у нас сзади, кивает. Он сколько, не знаю, 2-3 месяца монтировал это всё. Он уже подготовлен и готов к выпуску. И там всё будет по-новому. Не надо рассказывать, не надо особо погружаться. До того, как открылась эта золотая жила вебинаров, до этого был открыт, собственно говоря, больше так никто не делал каких-то курсов. Единственное, Куцеволову пытается повторить, да, адванс-курсы. Ну, она как положено. Ну да, повторяет. Когда приезжает 9 дней, хардкор, с 30-ю моделями, под контролем Лены работают очно 4 мастера. Не 30 давно. Не 30? 21-21. Они отказались. Они никто не справлялись с 30-ю. Никто не вывозят. Но неважно. Формат был заявлен такой. И эти вип-адвансы в 2019 году в том числе и продолжались. И Лена… Наверное, я расскажу, да. Я начала выгорать, потому что у меня так получилось, что они шли каждый месяц в вип-адвансы. И получается, весь месяц ты готовишься дистанционно с теми мастерами, которые приедут. И это вот такой бесконечный поток. Я опять повторюсь, я очень мотивированная, когда вижу деньги. Он называет это мотивацией, да? А я жадность. Я жадная. Короче, я не могла остановиться. Я работала, работала. У меня эти випы записываются. Я не могу отказать. Они там уже в очередь выстраиваются. И как раз… Цена поднимается. Да, цена поднимается. Цена от меня зависит. Он всегда поднимал её. Я говорю, да нет, не поедут. А они пишутся и пишутся. Потому что всё-таки это ценник мой. Какая была цена последняя? Последняя цена была… Я вот точно помню, ты зарабатывала 2 100 за 9 дней. За вот этот курс, да? 2 миллиона 100 тысяч рублей. По тому курсу это было где-то тысяч, по-моему, 7 600 или 8 500. Ну ладно, короче. Где-то так, долларов за одного человека. Ну, в районе 35 тысяч долларов она зарабатывала за 9 дней. Так получилось, что последний год у меня были сплошные вьетнамцы. Вот честно говоря, работая с ними, я наслаждалась. Потому что настолько организованных, мотивированных, послушных студентов до этого у меня не было. И я была рада, что это были вот они. Потому что они там почти все из Америки ехали. Это, видимо, какая-то такая крепкая община, которая внутри общается. И сарафан вот так работал, что я просто захлебнулась работой. То есть, когда приезжают европейцы или русские, он такой, а я считаю вот начинать. То есть, я преодолевала барьер. Я должна была убедить, что вот надо вот так, надо вот сюда воткнуть там под таким-то углом. Ну, короче, вот эти все действия. Когда это вьетнамец, есть тичер. Все. Вообще просто идеальные студенты и в плане дистанционного обучения, и в плане очного обучения. Прям они приезжали как чистые листы. Они забывали все, с чем они работали дома. Причем многие из них были прям очень знаменитые в своей вот этой общине. Там организаторы конференции, какие-то очень популярные блогеры. Вот после нее, помнишь, Май приезжала? После нее вообще там какая-то батарея приехала студентов. И я поняла, что я выгораю. Просто я уже не могу. Мне уже не доставляет удовольствие общение. Хотя они прикольные. У меня был постоянный переводчик, девочка, доктор, вьетнамка в Москве. Они интересные, они прикольные. Они рассказывают много всего интересного. Но я просто уже все, я не могу. Я думаю, как это вообще возможно, что такие деньги? А я говорю, я устала, я не хочу больше. Я помню, мы поехали на Шри-Ланку. И там мы решили, что мы закрываем курсы вип-адванс. Потому что я стала раздражительной. Это накладывает свой отпечаток. Постоянная вот эта работа, пахота, ответственность. Самое интересное, что те, кто находится по ту сторону кадра, вряд ли в это поверят. То есть, смотрите, она не врет. Наступит момент, и в вашей жизни я очень вам желаю этого, когда вы скажете «Довольно, горшочек не вари, хватит». Всех денег не заработаешь. Всегда существует баланс между семьей, личной жизнью, работой, деньгами, хобби. И вы должны всегда за этим следить. Если вы будете стремиться заработать все деньги мира, вы сгорите. Счастливы вы от этого не будете. Лена умная девочка. Она это быстро поняла, и поэтому, собственно говоря, сказала вип-адванс «До свидания». И на самом деле, это еще один шаг вверх для нее. То есть, эта ступенька осталась внизу. Она говорит, я буду заниматься онлайн-обучением и вебинарами. На самом деле, после того, как вебинары остались тоже позади. Ну, сейчас нет вебинаров, которые вы могли бы купить. Ну, их нет. Возможно, они появятся в будущем, но сейчас их нет. Но производство, которое работает и будет работать уже без нее, на самом деле, будет давать ресурсы, которые она будет тратить на хобби детей, на свое личное развитие, еще и так далее. Может, рисовать начнет, в конце концов. Это очень круто, когда человек идет, идет, идет по ступеньке и оставляет все позади. Это очень здорово. Не надо бояться, например… Что-то прекратить? Да, что-то прекратить делать. Что-то изменить? Да, да. Или что-то поменять. Это очень круто. Сейчас появятся фотографии здесь, как делает Юрий Дудь, которые покажут, как будет выглядеть наше новое производство. И следующая серия выйдет уже именно там. Именно на этом производстве мы расскажем, как мы дошли до жизни такой и какие наши дальнейшие планы. А также обрадуем вас вещами, за которые рынок нас не будет любить. Об этом знают пока единицы, но вы узнаете тоже, если подпишитесь на этот канал и не пропустите это видео. Итак, это был 2019 год. Он был для нас, в общем, очень хороший, потому что мы открыли производство, потому что мы открыли такую золотую жилу вебинаров, которая позволила нам накопить первый в жизни капитал. Чтобы вы понимали, до этого все деньги мы куда-то спускали. Ну да. Домы, квартиры. Какие квартиры? Какие квартиры. Ну вспомним. А, бабушкам? Да. Ну да, мы все время тратили. И в работу, там еще куда-то. Я все время говорю, Дим, как это так? Мы столько работаем, столько зарабатываем, но у нас нет вот этого жира, который вдруг что-то случится, а у нас… Да, и вот вебинары. Да, и сейчас благодаря вебинаров у нас и производству пигмента в том числе у нас появился жир такой большой, благодаря которому наша жизнь стала, в том числе и на наших щеках, благодаря которому наша жизнь стала, ну, наверное, менее стрессовой. И так, какие ошибки мы совершили в 2019 году и от каких ошибок вас мы предостерегаем? Первая ошибка – это делегировать. Делегировать с умом. Если вы что-то делегируете кому-то, устанавливаете точки контроля. Что такое точки контроля? Это такие какие-то путевые вешки, проходя которые вы будете понимать, правильным путем идет человек, которому вы делегировали или нет. Ну, например, в случае с пигментами, это как раз таки метрики удаления, метрики какие-то связанные со стабильностью пигмента и так далее. Их можно было делегировать. Количество цветов, количество фирм, которые используют. Ну, вот, да, там много чего. Но мы совершили ошибку и в итоге благодаря этой ошибке какое-то время было упущено на разработку нового микса. Но, с другой стороны, человек, который выполнял эту работу и забрал эти наработки с собой, пытается сейчас их монетизировать, работает с крайне неэффективным и, наверное, неправильным пигментом. А ты помнишь, кстати, когда она вот отвалилась, им тоже начали пигменты. Она выложила пост у себя, где сказала, вот это миксы, которые… и дала вообще… вот, то есть, человек настолько брехливый, она дала миксы устаревшие на тот момент. То есть, не те, которые были последние, которыми она работала сама и мы работали, ну, когда я начала менять вот на тот момент пигменты. И она написала, это типа… ну, все же знают, где она работала раньше. То есть, как про Навального, не упоминая имен, написала, что вот там, где я раньше работала, а мы пользуюсь вот такими. А я сейчас типа вот там уже другие. На самом деле, это был… потому что она выложила миксы очень устаревшие, очень старые, которые уходили в баклажан прям по жести. Лену никак не отпускают эту ситуацию. Не отпускают. Да, потому что там, я говорю, это… отдел плохо работает, который наказывает… плохих людей. Что за херня вообще? Я… да, я считаю, что… не знаю, я отпустил. То есть, я как бы прошёл мимо этого. Я уже сейчас могу сказать, что на этот момент у меня никакого негатива Куцевова нет. Возможно… знаете как? Я увлёкся в последнее время научным детерминизмом. Обязательно посмотрите видео с Робертом Сапольским. Ссылка на это видео появится вот здесь. Это про то, есть ли у нас свобода выбора. Мы принимаем огромное число решений без своего собственного ведома. И нейробиология подтверждает, что регулярно, когда мы делаем обдуманный выбор, особенно если дело касается морали, на самом деле мы всё уже решили на уровне эмоций. Если следовать научному детерминизму, у Куцеволовых свободы выбора не было. Ну вот они такими родились. Может быть, Аня где-то недополучила в детстве цинка или каких-то минеральных веществ. У неё нет недостаточно высокий IQ для того, чтобы просчитать итог и результат. Но это не её вина. Мы не можем её винить сейчас. Не было у неё, может быть, рядом людей в процессе становления её личности, которые говорили, что врать плохо. Опять-таки это не её вина. Осуждать её за это нельзя. Меня это отпустило. Ну хорошо. А Лене тяжело. Обязательно посмотрите Роберта Сапольски. Мы вам настоятельно рекомендуем. А мне его посоветовала Лена, кстати. Она его посмотрела. Я его полгода смотрела на тот момент. Влюбилась полностью. Прожужжала все уши, пока он не поверил и не пошёл послушать. Вторая ошибка, которую мы допустили и вовремя исправили. Мы не начали продавать вебинары. То есть, ну реально. Мы долго отдавали всё бесплатно. Это монетизировалось в виде обратной связи по обучению. Приезжали люди и учились. Но, в общем, надо было бы изначально это всё продать. Хотя бы нишу вебинаров освоить. И для меня было действительно открытием, что люди не готовы тратить 12 часов на курсы. То есть, у нас курс волосок, 12 часов видео. Один сплошной кусок. Им же нужно быстро. 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 Мы поняли, наверное, в конце 2019 года. Мы поняли, что они не хотят долго учиться. Вы не хотите долго учиться. Часть из вас хочет. Но, в общем, вы хотите, чтобы вам рассказали. Вы поняли, как. А как это делать или не делать, вы уже приняли решение сами. Но, скорее всего, не делать. То есть, по вебинару, очень плотному, с отсутствием заданий, с отсутствием нагрузки какой-то мыслительной, очень легко понять, как это делать. Но сделать так же, вам поможет только постоянная отработка их. Практика, практика, практика. Мне постоянно пишут, как же вы расстались с Женечкой, своим партнером в Краснодаре. Это было не в 2019 году. Это произошло в 2020 году. И подробно о том, как мы расстались и почему. Для тех, кто, может быть, пропустил последние события, мы расскажем, скорее всего, в январе, когда мы закончим полностью ремонт производства и будем показывать, как оно там и подводить итоги 2020 года. Это был 2019 год. Дима, Лена, всем peace. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова